Парки и скверы вместо пустырей и свалок. Это задача от президента Красносельского. Появиться места отдыха должны в каждом городе. Екатерининский парк в Тирасполе открыли на днях. В Рыбнице благоустраивают набережную. Там уже заработал фонтан с лилиями. В Слободзее Аркадная площадь. В Каменке восстанавливают парк Витгенштейна. Не отстают и Бендеры. Во всех микрорайонах строят скверы. Старая спортивная площадка у девятой школы. Еще один пустырь, который получит новую жизнь. Начать работы планировали весной. Но пандемия коронавируса изменила планы. Только август стал началом еще одной большой стройки. Как видите, здесь перспектива развития сквера достаточно большая и интересная. У нас есть две зоны, которые предполагается здесь организовать. Первая – это так называемая тихая и детская зона. Это будут обустроены здесь тротуарные дорожки, качели, зона тихого отдыха. И вторая перспектива – это нижняя площадка, на которой планируется организовать спортивные объекты для активного образа жизни. Пока двор школы больше не похож на заброшку. Сорняки высотой почти по пояс скосили, турники убрали. На территории снова суетятся люди. Прокладывают коммуникации, воду и освещение. Уже 40% работы выполнили. Я думаю больше о том, как наполнить парк теми необходимыми элементами для времяпровождения всех категорий наших граждан, всех возрастов. Это важнее, чем название. Я думаю, что жители сами с этим вопросом разберутся. Зона отдыха, которая будет создана, чтобы она была комфортной, чтобы она была безопасной, чтобы она была удобной. И, конечно же, всем не угодишь. Но я думаю, что все-таки подавляющее большинство жителей будут довольны тем, что в перспективе у них будет такой парк. В парке появятся дорожки, локации со специальным покрытием. Там можно будет рисовать цветными мелками. Появятся зеленые насаждения, качели и детский городок. Откроют новый сквер этой осенью.